МОЛЕКУЛЯРНОЙ КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ГАЗОВ Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. МОЛЕКУЛЯРНОЙ КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ Основные положения МОЛЕКУЛЯРНОЙ КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ Опытные обоснования МКТ Рассмотрим явления диффузии и броновское движение. Ведем основное уравнение МОЛЕКУЛЯРНОЙ КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ Цель нашего урока – познакомить вас с МОЛЕКУЛЯРНОЙ КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ГАЗОВ и ее опытными доказательствами. В конце нашего урока вы будете знать основные положения МКТ, объяснять, как движущиеся молекулы газа создают давление, знать основное уравнение МКТ. Ваши знания будут оцениваться по следующим критериям. Знает основные положения МКТ, приводит примеры доказательств основных положений МКТ, использует полученные знания при решении задач. МИКРОМИР изучает МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКО. МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКО – это раздел физики, в котором изучаются физические свойства тел в различных агрегатных состояниях на основе рассмотрения их молекулярного строения, силы взаимодействия между частицами, образующими тела и характеры теплового движения этих частин. МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКО состоит из двух разделов – основы МОЛЕКУЛЯРНОЙ КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ и ТЕРМОДИНАМИКА. Сегодня мы рассмотрим основы МКТ, а на следующем уроке будем рассматривать основы термодинамики. В микромире есть атомы и молекулы. Давайте вспомним, что такое молекула. Молекула – это устойчивая наименьшая частица данного вещества, обладающая его основными химическими свойствами. Молекула состоит из атомов. Атом – это наименьшая частица данного химического элемента. Каждому элементу соответствуют вполне определенные атомы, сохраняющие химические свойства данного элемента. Давайте вспомним строение молекулы воды. Молекула воды состоит из одного атома кислорода и двух атомов водорода. На этом рисунке вы видите модель молекулы водорода и модель молекулы хлора. А вы знаете, что существуют молекулы-гиганты, в которых содержатся тысячи и сотни тысяч атомов? Это молекулы каучука, клетчатки и других органических веществ. Самые большие молекулы из известных – молекулы некоторых белковых веществ. Они весят приблизительно в миллион раз больше молекулы воды. Например, молекула гемоглобина, красящего вещества нашей крови, состоит из 1400 атомов. Хотелось бы вам напомнить, что молекулы одного вещества одинаковы. Например, молекула воды всегда одна и та же в любом агрегатном состоянии вещества. Хотелось бы привести еще один факт об атомах и молекулах. Чтобы собрать один миллиграмм воды, отсчитывая по миллиону молекул в секунду, понадобится более миллиарда лет. Вам известно, что древнегреческий философ Демокрит ввел понятие атома. Он дал следующее определение атома. Атом – это наименьшая неделимая частица вещества. А в 1745 году Михаил Васильевич Ломоносов разграничил понятие атом и молекулы. Михаил Васильевич Ломоносов является основоположником молекулярно-кинетической теории. Молекулярно-кинетическая теория – это теория, которая объясняет строение и свойства тел движением и взаимодействием частиц, из которых состоят тела. В основе молекулярно-кинетической теории лежат три положения. Первое. Все тела состоят из частиц, между которыми есть промежутки. Второе положение. Все частицы вещества находятся в непрерывном хаотическом движении. Третье положение. Частицы вещества взаимодействуют друг с другом. Давайте рассмотрим опытное обоснование молекулярно-кинетической теории. Трабление или делимость вещества, например, мел. Его можно делить, потом дробить до образования мельчайших частиц мел. Испарение. Все вы знаете, что все жидкости испаряются. Например, после дождя образуются лужи, а через некоторое время часть воды впитывается, а часть воды испаряется. Следующее доказательство. Расширение и сжатие при изменении температуры или деформации. Все вы видели пружину, которая растягивается и сжимается. Это происходит из-за наличия свободных промежутков между молекулами. Явление диффузии. Броновское движение. Также есть прямые доказательства существования молекул. Это фотографии, сделанные с помощью ионных микроскопов отдельных больших молекул. Определение параметров молекул. Например, можно рассчитать по формулам диаметр отдельной молекулы, массу одной молекулы и так далее. Опыт Бриджмена. Это просачивание масла. Давайте подробнее рассмотрим броновское движение и диффузию. Броновское движение. Это хаотическое движение, взвешенное в жидкости или газе частиц под действием ударов молекул, жидкости или газа. Броновское движение вы все можете наблюдать в так называемом танце пылинок, которые видны в солнечном луче. Явление диффузии. Это явление проникновения молекул одного вещества в межмолекулярные промежутки другого. Это подтверждает хаотическое движение молекул. Большое значение в обосновании молекулярно-кинетической теории имело открытие английского ботаника Роберта Броуна. В 1927 году он обнаружил беспорядочное движение видимых микроскоп твердых частиц, находящихся в жидкости. Это явление, названное Броуновским движением, смогло объяснить лишь молекулярно-кинетическая теория на основе использования представлений о существовании молекул. Беспорядочно движущиеся молекулы, жидкости или газа, сталкиваются с твердой частицей и изменяют ее направление. Также они изменяют модуль скорости ее движения. Число молекул, ударяющих частицу с различных сторон и направление передаваемого ими импульса, непостоянны. Чем меньше размеры и масса частицы, тем более заметными становятся изменения ее импульса во времени. Диффузия в переводе с латинского обозначает распространение, растекание, рассеивание. Диффузия – это проникновение молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого вещества. Явление диффузии вы можете наблюдать повсюду, например, распространение запахов, растворение сахара в чае и т.д. Диффузия зависит от температуры, например, сахар растворится в горячем чае быстрее, чем в холодном. Давайте рассмотрим примеры диффузии. Это дыхание животных и человека, питание растений, животных и человека, распространение запахов. Также здесь показаны плохие примеры диффузии. Это распространение выхлопных газов и выбросов производства. В молекулярной физике для объяснения движения молекул вводится модель реального газа. Простейшей моделью, рассматриваемой молекулярно-клинической теорией, является модель идеального газа. В клинической модели идеального газа молекулы рассматриваются как идеально упругие шарики, взаимодействующие между собой и со стенками сосуда только во время упругих столкновений. Суммарный объем всех молекул предполагается малым по сравнению с объемом сосуда, в котором находится газ. Модель идеального газа достаточно хорошо описывает поведение реальных газов в широком диапазоне давлений и температур. Итак, идеальный газ – это идеализированная модель, согласно которой размеры молекул газа пренебрежимы малы по сравнению с расстоянием между ними. Между молекулами газа отсутствуют силы взаимодействия. Столкновение молекул газа между собой и со стенками сосуда абсолютно... Задача молекулярно-кинетической теории состоит в том, чтобы установить связь между микроскопическими и макроскопическими параметрами. Давайте вспомним, что же относится к макроскопическим параметрам. Давление, объем и температура. Микроскопические параметры газа. Масса одной молекулы, скорость молекулы, кинетическая энергия молекулы. Основное уравнение МКТ является мостом между макромиром и микромиром. Основное уравнение МКТ. П равняется 1 третье умноженное на n умноженное на n нулевое умноженное в квадрат. Здесь П – это давление газа, n – это концентрация молекул, m нулевое – это масса одной молекулы, и V – это среднее значение квадрата скорости молекул. Коэффициент 1 третье обозначает, что только третья часть молекул соударяется со стенками сосуда и оказывает давление. Давление газа зависит от массы, скорости и количества молекул. Давайте заглянем в микромир с помощью микроскопа. Одно из величайших изобретений человека – это микроскоп, который позволяет заглянуть в недоступный человеческому глазу мир, который поражает своим великолепием. Сегодняшняя подборка фотографий была сделана с помощью электронного сканирующего микроскопа, в котором для увеличения используются необычные световые лучи, а пучки электронов. Совершенно обычные вещи представлены перед нами в необычном представлении. Как Вы думаете, что изображено на этих фотографиях? На первой фотографии изображена нитка в иголке, на второй – губка, далее – трещины в металле. На четвертой фотографии показана поверхность слизистой оболочки носа, на пятой фотографии – кристаллы соли и на шестой фотографии – всем нам известная шариковая ручка. Ребята, хотелось бы Вам напомнить наши сегодняшние цели. Знать основные положения МКТ, объяснять, как движутся молекулы газа и как создают давление на стенки сосуда. И знать основное уравнение МКТ. Надеюсь, Вы этих целей достигли. Посмотрите, пожалуйста, на картинки. Что они могут рассказать Вам о сегодняшнем уроке? Ребята, дома Вы сами рассмотрите и разберете примеры решения задач. Домашние задания. Дома Вы решите три качественные задачи и одну количественную задачу. В конце урока хотелось бы Вам сказать, что в микромире, кроме атомов и молекул, есть множество вирусов и бактерий. Коронавирус – это представитель микромира. И еще раз бы хотелось напомнить Вам профилактику коронавируса. Избегайте контактов с заболевшими, пользуйтесь защитной маской, мойте руки после посещения общественных мест и перед приемом пищи. Высыпайтесь, проветривайте комнату и занимайтесь физкультурой. Ребята, хотелось бы получить от Вас обратную связь и узнать, как прошел урок. Закончите, пожалуйста, предложения и отправьте их мне, любым доступным Вам мессенджером. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание. Будьте все здоровы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok